В таком формате встреча с чемпионами проходит впервые. Борцы самбо и дзюдо прославляют Армавир, Кубани и страну на соревнованиях самого высокого уровня. Основная задача нашей встречи, я считаю, что вы должны видеть всех тех, кого считают, мы всегда сами, когда были молодые, считали, что вот там это все великие чемпионы мира, Европы, а здесь вот все земные, вроде простые. Потому вот эти встречи дают, в первую очередь, вам самим немножко быть уверены в своих силах, и что не боги кошки обжигают, каждый из вас может быть такой же личностью, и что они вот они среди вас. Поделиться секретами успеха и призвать молодежь Армавира брать пример с чемпионов – это главная задача встречи. Егор Мгдысян, Давид Аганисян, Аслан Мудранов, Эдуард Кургинян, Василий Караулов неоднократно поднимались на высшую ступень пьедестала в первенствах страны, Европы и мира. Все они воспитанники школы самбо и дзюдо. У нас один человек сказал, кто-то может быть великим тренером, кто-то может быть там великим спортсменом, а есть великие преподаватели. Вот когда в школах есть великие педагоги, тогда дети там остаются и развиваются. Студенты не стеснялись задавать вопросы именитым армавирцам. Их интересовало, готовы ли чемпионы к тренерской работе или хотели бы они провести схватку с президентом страны. И, как оказалось, некоторые из самбистов уже имели честь общаться с главой государства и даже больше. Сам Путин был инициатором совместного фото. Спортсмены рассказали и о том, как они делали первые шаги в борьбе. Честно, пошел на самбо благодаря тому, что у меня родители тоже интересовались спортом и хотели, чтобы мой брат и старший, и мы вместе занимались тоже спортом. Много было секций разных этих фондо и каратэ, но почему-то предпочтение отдали именно по этой самбо и дзюдо. Я считаю, что они очень правильно и мудро поступили, благодаря тому, что я и первые шаги в кем я любился. Если честно сказать, я всегда мечтал заниматься футболом, но так, как у меня старший брат боролся, я не имел права не пойти на борьбу. Честно говоря, я всегда убегал, ходил на футбол, но и слава меня заставили, так и получилось. Теперь я без этого не могу. На встречу со студентами приглашали именитых акробатов и легкоатлетов. Но из-за соревновательного графика они все смогли приехать на пресс-конференцию. В разных секциях и спортивных школах «Ромавира» сейчас занимается более 7 тысяч человек. В городе развиваются новые направления, строятся площадки и центры. В городе есть создана очень хорошая материально-техническая база, в городе есть очень хороший тренерский состав, и в городе накоплен очень большой опыт, в том числе и опыт международных соревнований. Поэтому у нас сегодня сегодня все условия для того, чтобы, в первую очередь, наша молодежь занималась в тех школах и в тех спортивных секциях, которые существуют здесь, на территории города «Ромавира». Подобные встречи с победителями в разных видах спорта станут регулярными. И не исключено, что чуть больше, чем через год, у молодежи города будет возможность пообщаться уже с олимпийским чемпионом. У армавирца Беслана Мудранова есть большие шансы летом 2016-го показать навыки лучшего дзюдоиста планеты в самых главных играх, которые пройдут в Бразилии.